Субтитры предоставил DimaTorzok Как в условиях пандемии проводится дезинфекция железнодорожного вокзала и окружающей территории? Что построят в Самаре на месте демонтированных гаражей? Какие объекты будут отремонтированы по федеральному проекту формирования комфортной городской среды? В нашей студии Вадим Тюнин, глава администрации железнодорожного внутригородского района администрации городского округа Самара. Мы работаем в прямом эфире. Напоминаю, вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон студии 202-11-22. Вадим Владимирович, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. С чего бы хотелось начать? Начать, наверное, с главной жемчужины, на мой взгляд, железнодорожного района. Это железнодорожный вокзал. То есть ворота в город, ворота в область. Красивое, совершенно замечательное сооружение. Но на сегодняшний день это как большой плюс, так и в некотором смысле большая проблема с точки зрения санитарной безопасности. Вот на ваш взгляд, как главы района, как выстроена работа под дезинфекцией железнодорожного района и окружающей территории, что немаловажно? Вокзала. Железнодорожного вокзала, да. Ну, скажем так, на самом деле, содержание вокзала с точки зрения санитарно-эпидемиологической, оно было всегда достаточно на серьезном уровне, потому что это стратегический объект. На сегодняшний день в рамках дополнительных мер предприняты кое-какие дополнительные мероприятия. То есть дирекция вокзала заключила договор со специализированной и лицензированной организацией, которая проводит с определенной периодичностью обработку, такую серьезную обработку хлорсодержащими веществами абсолютно всех помещений вокзала, как закрытых, так и открытых пространств. Кроме того, как продолжалось, так и продолжается, скажем, раз в два часа происходит уборка территории вокзала, уборка территории, соответственно, выходов к поездам. Единственное, что теперь это производится с дополнительным добавлением хлорсодержащих веществ для того, чтобы, соответственно, убивать известные микробы. Ну и особое, конечно, внимание сейчас уделяется всем входным группам, то есть ручкам, за которые берутся люди, там, где люди проходят через турникеты, все эти ящики, которые в турникеты ставятся и так далее. Кроме того, на территории самого вокзала расположены дополнительные таблички, сделана разметка, как это полагается, для того, чтобы люди соблюдали социальное дистанцирование, для того, чтобы они располагались в зале на безопасном друг от друга расстоянии и так далее. То есть все эти меры, они должным образом предприняты. Ну и кроме того, это было сделано еще в 2018 году, на самом деле, перед чемпионатом мира. На вокзале сделаны выходы, спланированы таким образом, чтобы поток приезжающих и поток отъезжающих людей никоим образом не пересекались. То есть у нас выход происходит с поездов через подземные тоннели, а вход в поезда проходит только через вокзал. Поэтому потоки разделены максимально, люди разделены, дистанцированы, и плюс вот эта вот обработка вокзала, она дает определенные гарантии того, что люди не смогут там получить вот эту вот инфекцию, о которой мы все говорим. Ну, скажем так, минимизируется. А окружающая территория, она ведь очень, ну, непростая, скажем так, потому что вокзал – это непростой механизм. И вот окружающая территория – это уже, так сказать, ну, в большей степени ваша зона ответственности. Окружающая территория, да, она поддерживается уже, содержится силами города. Территория, которая при вокзальной площади и улично-дорожной сеть, проходящая около вокзала, обрабатывается, ну, с периодичностью порядка раз в неделю муниципальным предприятием благоустройства. А прилегающая к вокзалу территория остановки общественного транспорта в ежедневном режиме в обязательном порядке обрабатывается хлорсодержащими веществами. А на ваш взгляд, вот, экспертно, этого достаточно, то, что сейчас делается? То есть люди могут быть, ну, скажем так, спокойны относительно того, что вот сейчас происходит вокруг вокзала? Люди могут быть спокойны, но не стоит забывать все-таки о тех мерах, которые у нас как бы предписаны, о масочном режиме и так далее. То есть в любом случае эти меры нужно действительно соблюдать. Мы должны быть уверены в том, что вокзал безопасен, но эта безопасность будет достигаться только если человек сам будет себя в том числе защищать. Ну, береженого Бога, бережен, как известно. То есть там, наверное, и перчатки будут, ну, вообще максимально актуальны. Ну, не лишними, скажем так. Я сейчас предлагаю посмотреть сюжет, который подготовила наша телекомпания, а затем мы с вами продолжим беседу. Хорошо. Сейчас вывоз мусора после незаконных гаражей находится в центре внимания районных властей. Подрядчики, которых они нанимают, выезжают на рейсы ежедневно, работают одновременно в двух-трех точках. Работы хватает. Как видите, что с этими сносами гаражей довольно-таки большой объем мусора, отходов, которые нужно вывезти. Стараемся возить. Мусор вывозят на специально оборудованных КАМАЗах. Один такой КАМАЗ вмещает 5-6 тонн мусора. С помощью так называемой механической руки можно грузить мусор, не используя погрузчик, что значительно экономит время и средства. После этого за уборку берется мелкая техника. На сегодня только в железнодорожном районе от гаражей и мусора предстоит очистить около 100 участков. Это не менее 25 тысяч тонн хлама. Районным властям помогают участковые и управляющие микрорайонами. Они напоминают собственникам, которые сами занимаются вывозом гаражей, что мусор за собой тоже нужно убрать. Вадим Владимирович, итак вот мы увидели сюжет. Ситуация следующая, насколько я понимаю. Районные администрации получили полномочия по демонтажу незаконно установленных гаражей. Такая общегородская программа. Вы активно занимаетесь этой работой. Вот оцените ее результаты. Действительно, с 1 сентября 2017 года районные администрации получили эти полномочия. С 2018 года, по факту, мы эти полномочия начали реализовывать. На сегодняшний день в районе, могу цифру назвать, вывезено 1350 гаражей. 1350 гаражей? 1350 гаражей. На самом деле работы... Потрясающая цифра. Я прошу прощения, это же ведь целый городок такой гаражный стоял. Совершенно точно. Причем, начинали мы с тех гаражей, ну, я не знаю, вот телезрители, если кто знает, одним из первых у нас был двор по адресу Революционная 125. То есть, это двор, ограниченный тремя домами, во дворе которого стояло, мы вывезли оттуда, 61 гараж. То есть, это был просто такой городок, как вы говорите, гаражей. И все были незаконные? Ну, у нас практически все незаконные. Мы оставили там один единственный гараж, хорошо помню, этот гараж принадлежал ветерану Великой Отечественной войны, у него там есть разрешение. Соответственно, на сегодняшний день этот двор отремонтирован, приведен в надлежащее состояние, стал очень красивым, там теперь играют дети. Ну, и, в принципе, все остальные гаражи приблизительно также занимали территорию дворов, где-то больше, где-то меньше, но на сегодняшний день вот эта цифра, она есть. Не скажу, что на этом работа наша закончена, потому что, по нашей оценке, в районе находится порядка, наверное, около пяти тысяч гаражей в общей сложности. Еще дополнительно? Еще дополнительно, да. Работу продолжаем, как бы реестр незаконных объектов у нас ежедневно, еженедельно пополняется. Работу продолжаем, но не забываем о том, что, конечно, там, где мы вывозим гаражи, нам необходимо потом будет наводить порядок. Поэтому сказать, что вот мы сейчас единомоментно вывезем гаражи, ну, наверное, тогда мы создадим большую свалку, поэтому стараемся эту работу делать все-таки как-то поступательно, вдумчиво и... Системно, скажем так. Системно, да. Тут ведь вот какой момент. Насколько вот, на ваш взгляд, эффективно работает система обращения о добровольном вывозе и сносе незаконных объектов? Я прошу прощения, у нас звонок в студию, мы сейчас поговорим со зрителем и затем продолжим нашу беседу. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста... Добрый день, меня зовут Марина. Скажите, пожалуйста, вот где будут новые спортивные площадки для молодежи? Да, Вадим Владимирович, вот... Спортивные или детские? Ну, детские, спортивные. Я так, Марина имеет в виду, что вот те площадки, где прорезиненное покрытие, где есть горка, где есть турник, кольца, какие-то небольшие брусья, ну, понимаете, о чем идет речь. Вот те замечательные площадки, я, например, их очень люблю. Да, ну, смотрите, на сегодняшний день основной, скажем так, программой, которая нам дает возможность реализовывать такие проекты, как строительство спортивных площадок, прорезиненных, качественных, современных, это, конечно, программа формирования комфортной городской среды. Да, мы о ней еще позже поговорим. Но на сегодняшний день, раз вопрос возник, значит, в этом году у нас в планах три двора, к ремонту которых мы уже приступили. Это у нас будет отремонтирован двор по адресу Мориса Тореза, 49, дворовая территория. У нас будет отремонтирован двор по адресу Гагарина, 69. И будет отремонтирован двор по адресу Гагарина, 9. Вот три дворовых территории мы будем ремонтировать. Во всех них запланировано строительство как детских площадок, так и спортивных площадок для подростков. Великолепно. Будем ждать с нетерпением. И вот возвращаясь к ситуации с гаражами, которые в какой-то степени связаны как раз с этими детскими площадками. Вот вопрос повторю. Насколько эффективно работает метод, когда администрация обращается к собственнику незаконного гаража с просьбой или с требованием его демонтировать, снести и желательно убрать за собой мусор? Ну, смотрите, могу на цифрах показать. Вот из этих 1350 гаражей, которые, скажем так, уехали из района, администрация непосредственно вывезла порядка 200. Всего, но это не так много. Остальное вывезено жителями. То есть мы стараемся все-таки в первую очередь проводить работу с собственниками, чтобы они убирали сами свое имущество. Связано это с двумя моментами. Момент первый, соответственно, это то, что это имущество собственника, и он его должен убрать, и чтобы у нас не возникало скандалов по поводу того, что кто-то что-то забрал. И момент второй, это, в общем-то, ну, чтобы собственник за собой оставлял, скажем так, чистую площадку. Но, к сожалению, здесь происходит у нас такая история, что... Возьмите, про прощения, мне подскажут, что у нас есть звонок. Мы сейчас примем звонок до нашего жителя, нашего зрителя, и затем продолжим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. А как, скажите, пожалуйста, как решается вопрос для размещения машин владельцев? Еще раз. Лена, говорите только о ликвидации гаражей. Ну, я понял. Наверное, речь идет о парковочных пространствах взамен тех гаражей, которые мы вывезли. Ну, смотрите. Во-первых, ежегодно район проводит ремонт дворовых проездов. С каждым годом эта сумма у нас увеличивается. В прошлом году в общей сложности эта программа, она у нас идет за счет софинансирования средств Министерства транспорта Самарской области, которые выделяются, соответственно, на ремонт внутри дворовых проездов. Если в прошлом году у нас сумма была порядка 24 миллионов, которые выделены на район, в этом году это сумма 34 миллиона. То есть она у нас достаточно существенно выросла. И в рамках ремонта всех дворовых проездов мы в обязательном порядке закладываем расширение проезда для обустройства дворовых парковок. То есть во всех дворах, в которых мы ремонтируем дороги, мы делаем парковки. Понимая, что проблема парковок, она действительно остро существует. Но если касаться, увязывать это с темой вывоза гаражей, могу сказать по нашему опыту, что металлические гаражи, к сожалению, они в последнее время превратились в своем большинстве. Это, наверное, процентов 80 по нашему опыту, не знаю, может быть где-то по-другому. У нас процентов 80 гаражей это не место для хранения машины, это место для хранения каких-то вещей, которые в процессе жизни, видимо, уже были не нужны, их просто отнесли в гараж. И вот, возвращаясь к нашему разговору о том, от чего мы ушли, что проблема какая, когда мы убеждаем собственника, что он должен вывезти гараж, зачастую гаражи просто никому не нужны, и очень часто люди их даже не вывозят, они их перепродают, перепродают на металл. Ну это разумно, в принципе. Это разумно, но вопрос какой. В гараже лежит накопленная там за 20 лет... Хлам. Ну да, чаще всего ненужное имущество. Ненужное имущество. Приезжают люди, которые купили гараж, гараж порезали и увезли. Хлам остался в наследство района. И в результате, вот в основном, когда гаражи уезжают сами, мы получаем просто горы мусора, то, что мы увидели сейчас в сюжете. И потом мы тратим деньги на то, чтобы этот мусор вывезти, утилизировать и так далее. У нас есть еще один звонок в студию, давайте пообщимся. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, говорите, как вас зовут. А вот, добрый день. Добрый день. Зовут меня Алексей. Хотел бы спросить у вашего оппонента. Почему, когда удали все гаражи, и вместо гаражей организовываются платные стоянки? Платные стоянки? Да, платные стоянки. Или, допустим, может быть, еще такой вариант. Просто люди ставят машины, огораживают цепями, шинами старыми, то есть заваливаются, это снова кирпичами, сделают стоянка для индивидуальной каждой машины. Почему этот, скажем, беспредел происходит после того, как убрали все гаражи? Хотел бы, чтобы были спортивные площадки или просто детские площадки. Смотрите, на сегодняшний день у нас, вот в этом году мы уже начали мероприятие по приведению в нормальное, скажем так, состояние тех мест, откуда мы убрали гаражи. У нас таких площадок порядка 20, и на этих местах однозначно мы восстанавливаем, то есть если это был газон, это будет газон, но чаще всего так и есть. То есть гаражи всегда, как правило, стояли на газонах. Там, где был газон, это будет газон, там, где была дорожка, тротуар, это будет тротуар, там, где была дорога, это будет дорога. Если у вас есть конкретика, где вместо вывезенных нами гаражей сделали платную парковку, я вас прошу просто нам это представить. У меня такой информации нет. Оставьте телефон, и, соответственно, мы с вами свяжемся. По поводу цепочек так называемых, которые люди вбивают везде, к сожалению, действительно эта проблема существует. Мы с органами полиции, в чьи полномочия входит ликвидация этого, отрабатываем эти моменты, потому что это подходит под статью самоуправства. Соответственно, это полномочия органов полиции. Ну, оставьте телефон, если у вас есть какая-то информация, мы ее отработаем однозначно. Вадим Владимирович, то есть вот в идеале на месте демонтированных гаражей должны быть детские площадки, клумбы, газоны? Смотрите, вот про эти 20 площадок, про которые я сейчас говорил. Мы в прошлом году, на самом деле, по всем этим площадкам прошлись. Мы встретились с людьми, которые живут на этой территории, и обсудили предметно по каждому этому клочку земли, где что мы будем делать. То есть, ну, в любом случае, жить там людям, и люди должны решать, что у них там будет. Поэтому мы сейчас делаем ровно то, что нас попросили люди. Вот эти 20 площадок мы в этом году обязательно приведем в надлежащее состояние. Еще одна интересная тема – незаконные объекты потребительского рынка. Вот как обстоят дела с ними? Как вы с этим боретесь? Вот об этом речь. Ну, опять же, после того, как район получил полномочия по демонтажу и вывозу объектов потребительского рынка, с 2017 года у нас вывезено с территории района 85 незаконных объектов потреб рынка. У нас ведется реестр таких объектов. – Владимир Владимирович, прошу прощения, мне подскажут, у нас есть еще один звонок, а зритель – это святое. – Хорошо. – Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Как вас зовут? – Здравствуйте. Лида. – Лида? – Я хочу вас спросить. Вот напротив администрации вашей, Мечников 54, у нас здесь пустырь. Вы знаете, вот где Желябово и РФ. Так? – Так. – Вот на этом пустыре бомжи у нас развели свалку, построили землянку, берут костры, шашлыки жарят, носятся мусорки мусор. Груда мусора уже страшнейшая. Здесь бегают наши дети. Вы в курсе дела насчет этой свалки? – Насчет свалки не в курсе. Это территория, которая огорожена, вы имеете в виду. – Да, да, да. Вы знаете как? Вот смотрите, вот шестой подъезд, Мечников 54, шестой подъезд, идет забор. В заборе уже дырка сделана, они оттуда вылезают. И утром мусор просто векет оттуда. Они с мусорки несут, складывают. Ну, естественно, все эти пакеты разбирают. Там уже громадная мусорка. Там большая землянка. Там костер, там мусор, вонь. Там просто ужасно, что творится. Мы удивлены, что никто на это не обращает внимания. И ответим, я там с вами. – Ну, спасибо за информацию. Я вас уверяю, на этой неделе мы там обязательно ведем порядок. Вообще, эта территория отдана застройщику. И, соответственно, проработаем вопрос с ним, чтобы территория содержалась. – Спасибо. Итак, Вадим Владимирович, незаконные объекты потреб рынка. Вы сказали, что вы вывезли… – 85 объектов. – 85 объектов. – Опять же, фраза «вывезли». – Демонтированы. – У нас с территории района убыло 85 незаконных объектов. Опять же, повторяю, силами администрации, то есть по муниципальному контракту, у нас вывезено 17 объектов. Остальные мы так же, как в истории с гаражами, мы все-таки стараемся работать с собственниками, чтобы собственники увозили это за свой счет, чтобы не тратить на это бюджетные деньги. – Вопрос. Что там будет на этом месте? Потому что, ну, понятно, что людям бы хотелось, чтобы там можно было купить молоко, хлеб, я не знаю, либо там что-то красивое появилось. – Ну, смотрите, как правило, все-таки мы говорим о том, что у нас незаконные объекты потреб рынка, они находятся, если они действительно незаконные, то они находятся там, где у нас уже есть какие-то объекты, где люди могут купить что-то. – Приобрести. – Приобрести что-то, да. В городе существует схема расположения нестационарных объектов потреб рынка, она, в общем-то, учитывает именно вот геолокацию того, чтобы не нарушались права людей, чтобы у людей была возможность там в пешей доступности приобрести себе товар первой необходимости. Поэтому я думаю, что отсутствие убытия таких объектов, оно не повлияло каким-то образом на ухудшение жизни людей. А с точки зрения, что там на сегодняшний день, ну, скажем так, все эти объекты, они стояли либо на тротуарах, либо на газонах. Соответственно, если мы их убираем, то у нас получается нормальный тротуар, если… – Нормальный тротуар, нормальный газон. – Да, либо восстанавливаем газон. – В одном из интервью вы говорили, что городу нужен большой культурно-досуговый центр, точнее говоря, даже району в первую очередь. Вот какие перспективы реконструкции бывшего кинотеатра «Россия»? Кинотеатр с историей, кинотеатр очень хороший, его любят. – На сегодняшний день департаментом городостроительства разрабатывается проектная документация по реконструкции этого театра. Документация должна быть готова к концу мая месяца 2020 года. И впоследствии, соответственно, город планирует участвовать в конкурсах на получение гранта по нацпроекту «Культура» для того, чтобы реконструировать этот объект. И планируется, что в нем, то есть это будет такой культурный объект, и в нем у нас по задумке должен располагаться муниципальный молодежный театр-мастерская. – Я был, кстати, на спектаклях. – Да, театр создан относительно недавно, он базировался в ДК Литвинова на площади Кирова. Соответственно, после того, как сейчас его закрыли, он перебазировался в ДК Железнодорожника, такой кочующий пока театр. – Великолепный театр. – И очень надеемся, что все-таки он появится у нас в районе, на постоянной уже основе. – Тоже искренне надеюсь, потому что я смотрел спектакль «Шинель», и если он будет поставлен в этом новом кинотеатре России, я, например, схожу еще раз посмотреть. – Ну, у ребят достаточно много интересных постанов. – Замечательно работают. Вадим Владимирович, у нас есть еще один звонок в студию, давайте примем, мы затем продолжим. Говорите, здравствуйте. – Добрый день. – Добрый день. – У нас хотят строить спортивную площадку в рамках проекта, «Комфортная городская среда» по улице Гагарина-9. Это квадраты домов, где еще стоит Гагарина-9А. У нас есть протокол собственников жильцов Гагарина-9А, кто против этой площадки, так сказать. Сами ее, к сожалению, не согласовали, так как раньше у нас была футбольная площадка, и постоянно выбивали окна. И, к сожалению, администрация нас не слышит, отписывается от нас своими письмами. Мы просим вашего содействия, потому что уже не знаем, как дальше решить этот вопрос. – Смотрите, проблема известная. На самом деле ситуация обстоит на сегодняшний день немножко не так. В первоначальном проекте действительно спортивная площадка располагалась у нас в непосредственной близости от дома Гагарина-9А. Но после того, как жители вашего дома обратились, мы внесли корректировку в проект и убедили жителей Гагарина-9 в необходимости изменения этого проекта. И мы поменяли немножко местами детскую и спортивную площадку. Соответственно, спортивная площадка передвинулась ближе к Гагарина-9, а к вашему дому ближе будет располагаться детская площадка. Кроме того, спортивная площадка будет иметь высокое ограждение, поэтому я надеюсь, что вашим окнам в данном случае ничего не грозит. Но мы обязательно на этом адресе, когда будем, мы вас пригласим и вместе с вами еще раз обсудим локацию всех этих площадок. Вадим Владимирович, я предлагаю посмотреть еще один сюжет, который подготовила наша телекомпания, и затем мы продолжим беседу. Хорошо. Заботятся о своем здоровье жители домов номер 37 по улице Гагарина и 125 по Революционной. Здесь за коммунальное благополучие отвечают ТСЖ. Жители сами решают, кого нанять для уборки подъездов. С тех пор, как началась пандемия, вызывать клининговую компанию стали чаще. А еще сами ежедневно обрабатывают спецрастворами двери, почтовые ящики и лестничные перила. Дезинфекцию проводим в связи с такой ситуацией. Убираемся три раза в неделю обязательно. Хлоросодержащего обрабатываем. Все поручни, все, как говорится, входные двери, все обрабатываем. В рамках месячника по благоустройству и частные, и муниципальные коммунальные конторы должны привести город в порядок после зимы. Даже в условиях режима самоизоляции в городе продолжается реализация нацпроектов. Так, по федеральной программе формирования комфортной городской среды во дворе нескольких домов на Гагарина идет комплексное благоустройство. Жителям отремонтируют внутриквартальные проезды и сделают новые парковочные места. Сейчас обустраивают основание спортивной площадки. Вадим Владимирович, ну вот смотрите, мы увидели и, собственно говоря, сейчас ситуация в городе, насколько я понимаю, благополучная с точки зрения дезинфекции. То есть в домах идет работа системная, люди сами за этим следят, потому что это, в общем-то, в их интересах, и они, ну, что уж там говорить, никто не хочет каким-то образом пострадать. А вот как вы оцениваете ситуацию с месячником по благоустройству в новых условиях? Потому что, ну, понятно, что это оказалось более сложно, чем мы предполагали. Ну, действительно, у нас в этом году с месячником немножко, скажем так, планы видоизменились, но они видоизменились два раза. То есть, во-первых, у нас в этом году месячник начался на полмесяца раньше. Ну, тепло в этом году. Мы стартовали в этом году в середине марта, с 16 марта у нас начался месячник, потому что зима нам это позволила. Но, к сожалению, вмешалась история с пандемией, поэтому, скажем так, традиционное участие населения в приведении в нормальное состояние города после зимы, оно не состоялось. Поэтому город убирался исключительно силами коммунальных служб, дворниками управляющих компаний, силами муниципальных предприятий, казенных учреждений наших, которые в этом задействованы. И из-за этого, конечно, немножко по срокам мы не уложились до 1 мая, но на сегодняшний день основные работы по месячнику выполнены. Есть определенные, на мой взгляд, замечания по территории. Не везде устраивает то состояние, в котором территория проведена. Однозначно работы будут продолжены. Я надеюсь, до конца мая мы все запланированные объемы выполним. На сегодняшний день моя оценка, что у нас территория запланированная приведена в состояние где-то на 93-94%. До конца мая мы эти объемы наверстаем и в любом случае город уберем. Ну и замечательно, потому что мне на самом деле, я помню, то состояние, в котором была Самара во время Чемпионата мира по футболу, оно мне запомнилось, и мне вот очень хочется этой чистоты, этой стильности и стерильности города, скажем так. Согласен с вами. У нас есть звонок в студию, давайте примем, и затем продолжим нашу беседу. Говорите, вы в эфире, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Анвар, я с промышленного района. У меня предложение такое. Сейчас все автомобили паркуются во дворах, где растут высокие старые деревья. Они при сильном ветере ломаются, и машины получают повреждение. Так, какое предложение? Я прошу составить серьезный проект, выделить средства, и весной произвести серьезную обрезку этих деревьев. Спасибо, Анвар. Ну, на самом деле, эта работа проводится ежегодно всеми администрациями, и администрации промышленного района в том числе. У нас составляются ежегодно дефектные ведомости, мы определяем те деревья, которые у нас уже больны, и которые требуют полного удаления. Те деревья, которые необходимо откронировать, убрать сломанные и сухие ветки для того, чтобы они не падали, не создавали угрозу. И ежегодно эта работа проводится. Проводится она как силами администрации, по контрактам, которые мы заключаем, так и силами управляющей компании непосредственно во дворах. Где-то, может быть, конечно, этого не хватает, но в основном эти работы покрывают те, скажем так, запросы, которые существуют. – Осталось полтора минуты. Очень важный вопрос. Комфортная городская среда, еще его иногда называют КГИ. А что будет отремонтировано в районе в этом году по этой программе? – Ну, как я уже сказал, у нас в этом году будет отремонтировано три дворовых территории, которые я называл. И надеемся, что в следующем году мы получим такое же, не меньше этого финансирования, поэтому мы готовимся и к следующему году, и в рамках подготовки мы дополнительно к этим трем дворовым территориям еще в трех дворах сделаем освещение, чтобы в следующем году уже зайти в подготовленные дворы. Поэтому вот три плюс немножко три. – А что будет отремонтировано за счет районного бюджета в этом году? – За счет районного бюджета у нас будет выполнено тоже ряд мероприятий. Это первое у нас программа «Твой конструктор двора», действующая в районе. Это восемь дворовых территорий, на которые будут выделены средства. Это ремонт дорог, картами, которые мы уже ведем. Половину контракта мы уже, скажем так, выполнили, и еще половину у нас впереди. Но я думаю, что нам этого не хватит, запросов больше, поэтому, видимо, летом мы еще один контракт, наверное, будем заключать на это. Плюс к этому у нас, вот как я уже обозначил, будет выполнено освещение в трех дворах, которые мы готовим к следующему году, к комфортной городской среде. – Вадим Анатольевич, к сожалению, время, программа подошло к концу. За интересную и содержательную беседу большое спасибо. На самом деле вопросов еще очень много. Надеюсь, увидимся с вами еще не один раз в нашей студии. – Спасибо. – Напоминаю, в нашей студии был глава администрации железнодорожного внутригородского района городского круга Самара Вадим Тюнин. Берегите себя, удачи в делах, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!